Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашего видеоурока называется «Массивы». Массивы бывают одномерные и многомерные. Одномерные массивы. Массив – это структура данных, содержащая несколько переменных, доступ к которым осуществляется по вычисляемым индексам. Содержащиеся в массиве переменные, называются элементами этого массива. Все они имеют одинаковый тип, который называется типом элементов массива. Массив объявляется с помощью этой формулы. То есть сначала указывается тип переменной, квадратная скобка обязательно, и название массива. Например, здесь объявляется массив numbers, элементы, которые являются целым числем. В третьем строке рассматривается массив, который состоит из четырех элементов. Вначале мы объявили массив numbers, который будет хранить данные типа int. Далее, используя операцию new, мы выделили память для четырех элементов массива. Число 4 еще называется длинного массива. При таком определении все элементы получают значение по умолчанию, которое предусмотрено для их типа. Допустим, для типа int, значение по умолчанию 0. Для типа string, значение по умолчанию 0. То есть кустая строка. Сами массивы имеют ссылочный тип, и объявление переменной массива только выделяет память для ссылки на экземпляр массива. Фактически экземпляры массива создаются динамически во время выполнения с помощью оператора new. Операция new указывает длину нового экземпляра массива, который остается неизменной в течение всего времени существования этого экземпляра. Элементы массива имеют индексы в диапазоне от 0 до n-1. Если массив имеет n элементов, оператор new автоматически инициализирует все элементы массива с значением по умолчанию. В данном примере мы рассматриваем инициализацию массива A и вывод его элементов на экран. Для этого сначала мы создали массив A, который состоит из 10 элементов. Дальше идет инициализация этого массива. Так как индексация начинается с нуля, начальное значение, и мы даем 0. А length? Length это свойство, которое возвращает размер данного массива. Таким образом, все элементы нашего массива равняются соответствующему квадрату соответствующего индекса. Дальше идет у нас вывод элементов массива на экран. В конечном итоге у нас получается такой вот результат. Также мы сразу можем указать значение данных объявленных массивов. В данном случае у нас получается такими вот образом мы можем объявить массив. Все здесь перечисленные способы будут равноценны.